Вот уж кто удивил нас в конце 2017 года, так это компания Razer, которая просто решила сделать свой геймерский смартфон и мне кажется им это удалось Естественно, смартфон от компании Razer позиционируется как геймерский, а как же еще его можно позиционировать, ведь сама компания создает сугубо геймерские решения Аксессуары, аксессуары к компьютерам, даже собственные ноутбуки игровые Удивительно, но у Razer получилось сделать смартфон с первой попытки и дать пользователям то, чего не было у других решений конкурирующих До Razer другие компании пытались сделать игровые смартфоны, сейчас кто-то вспомнит Sony Xperia X-Play, либо же некоторые модели компании Arcos, которые создавали игровые смартфоны В прямом смысле слова с механическими манипуляторами, но как мне кажется необходимость в таких решениях сразу же отпала Потому что большинство производителей игр и подобного софта хорошо адаптировали свои решения под сенсорное управление Именно поэтому Razer Phone и похож на самый обычный смартфон конца 2017 года Ну как обычный? Он очень интересный, приятный, его берешь в руку и прям хочется его себе оставить Большой такой кирпич с прямоугольным Sony дизайном прошлых лет, большим экраном, металлическим корпусом, все как у всех Вот разве что стоит отметить фронтальные динамики Dolby Atmos, это реально годная для геймерского смартфона штуковина, так как вы не закрываете их пальцами, когда держите смартфон двумя руками Кнопка питания и клавиши громкости нельзя назвать удобными, но они расположены специально таким образом, чтобы вы случайно ничего не нажали Сканер отпечатка пальцев встроен во всю ту же кнопку питания, как у Meizu M6s и у некоторых смартфонов компании Sony в прошлом И при этом сама кнопка механическая Да, многие люди узнают в этом смартфоне черты смартфонов компании Sony, то есть вот такой вот топорный, прям острый дизайн Но я не могу вам передать, насколько это приятно собранное устройство, а когда его включаешь, смотришь на экран и интерфейс Понимаешь, что Android смартфоны могут быть даже и такими, и они действительно очень классно воспринимаются Главная фишка экрана в 5,7 дюйма это поддержка частоты обновления 120 Гц, что дает игрокам реальное преимущество в сетевых играх Если эти игры, конечно, поддерживают такую частоту экрана Когда вы играете на 120 Гц, картинка получается более плавной, детали не смешиваются в кашу, нет внутриигровых задержек И сама картинка значительно более четкая, это ощущается сразу же На этом смартфоне уже предустановлены некоторые игры, которые поддерживают 120 Гц Меня больше всего заинтересовала очень популярная гонка, которую все прекрасно знают И которая тормозит буквально на каждом Android смартфоне Называется она Gear Club И вот удивительно, на Razer Phone эта игра не тормозит и не лагает вообще никогда То есть спокойно играется и при этом 120 Гц реально ощущается, картинка какая-то очень четкая И на самом деле разницу между 60 и 120 Гц, наверное, сможет заметить только опытный геймер Человек, который действительно знает, насколько это важно Я тоже замечаю, но если показать, допустим, эту игру любому другому человеку Он, наверное, скажет, да, красиво, но так же, как и на других смартфонах Не стоит также забывать еще и про игру Guns of Boom, которая, к моему удивлению, тоже поддерживает 120 Гц Но я играю на нее на iPhone, поэтому там у меня все сохранения, все мои достижения Здесь я просто запустил, потестировал и разницу действительно почувствовал При наведении, при прицеливании, все как-то по-другому, более четко, более слаженно Да и в целом сам экран IPS очень крутой, тут высокое 2К разрешение То есть играть будет действительно приятно, но мне даже приятно просто смотреть на интерфейс этого смартфона На родные обои в стиле Razer, на зеленые иконки, которые прям в стиль компании Все сделано очень лаконично, просто и не вызывает какого-то раздражения Очень чем-то похоже на чистый Android Список игр, которые поддерживают 120 Гц сейчас невелик, но становится понятно, что скорее всего за делом на будущее Многие производители основной фишкой своих экранов сделают именно 120 Гц Сейчас еще рано, это один из первых смартфонов, которые поддерживают такую технологию До этого еще последние iPad поддерживали такое изображение Я бы очень хотел, чтобы 120 Гц были буквально в каждом Android флагмане Потому что картинка действительно отменная и гладкая Это даже сказывается просто на чтении книг, либо же пролистывании веб-страниц Все по-другому воспринимается, более плавно, четко и глаз все равно замечает разницу По железу здесь все очень предсказуемо Естественно на тот момент Razer поставили лучшее, что могло быть на рынке Это Snapdragon 835, графика Adreno 540, 8 гигов оперативки и 64 гигабайта постоянной памяти Ну и всякие прюшечки типа NFC, Type-C, усилитель для качества звука в наушниках Все здесь имеется А вот и необычное решение для Android смартфона Этот смартфон поддерживает только одну сим-карту Второй слот в лотке только для карты памяти microSD То есть он не спаренный, одна сим-карта, одна карта памяти Возможно это сделано за счет того, что это все-таки игровое решение И нацелено больше на игры, на какое-то мультимедиа, нежели на связь Но одна сим-карта есть и на том спасибо С операционной системой в Razer сильно заморачиваться не стали Обошлось без создания очередной полуполезной оболочки Вместо этого компания взяла чистый Android 7.1.1 И установила поверх проверенный лаунчер Nova Prime версии И вы знаете, это самое гениальное решение, которое можно было просто сделать Ведь действительно Nova Launcher это народный лаунчер Им все пользуются, все кто хочет привести вид своего смартфона В более-менее понятные краски и тона Ставят Nova Launcher и приближают функциональность оболочки к чистому Android Ребята взяли просто, накатили Nova Launcher и получили первоклассный дизайн графической оболочки Все летает быстро и самое главное, что это прошито все в систему из завода И это немножко иначе выглядит, если бы вы просто ставили Nova Launcher поверх какой-то другой системы В этом смартфоне также интересен еще и игровой режим Который автоматически распознает, что вы играете, во что играете И разгоняет процессор на максимальные обороты Так что даже, несмотря на высокое разрешение, смартфон работает, естественно, без тормозов Но, конечно же, в таком режиме смартфон заметно нагревается Ведь печка получается еще та Зато все замечательно с производительностью Наверное, именно из этого приложения Gear Club Оно было, скорее, не оптимизировано под Android Это просто вот этот режим вытягивает все технические характеристики И не дает возможности в этой программе тормозить В этот смартфон установили аккумулятор на 4000 мАч Но так как это игровое решение, то даже 4000 мАч для любого смартфона Это вообще ни о чем То есть, как обычное устройство, он проработает, ну, еле-еле световой день А вот в игры вы сможете поиграть порядка 4-5 часов В зависимости от того, во что вы вообще играете Потому что каждая игра расходует аккумулятор абсолютно по-разному Обратите внимание на размер блока питания Огромный блок питания, который идет по стандарту USB-C, USB-C И в комплекте соответствующий кабель, который прям мне очень понравился Вот с таким жестким плетением Все сделано крайне качественно К чему такой блок питания? Да все очень просто Смартфон поддерживает Quick Charge четвертого поколения То есть заряжается максимально быстро, как это вообще возможно Также в комплекте такой же стильный переходник под 3,5 Вот с таким вот разъемом Я так подозреваю, что здесь усиливается эффект звука Хотя в этом смартфоне нужно играть не в наушниках Динамики звучат просто как сумасшедшие Мне нравится звучание этих динамиков Я хочу признать, что за последнее время из всех используемых мной смартфонов Это самый громкий и самый круто играющий смартфон Камера Естественно этот смартфон попытался повторить какие-то современные тренды То есть здесь сдвоенная камера, обычная широкоугольная и телефото Также довольно широкая селфи камера Но компания, которая занимается играми Ну конечно же она не сильно компетентна в вопросах фотографии и съемки видео То есть аппаратная точка зрения нормальная То есть хорошие характеристики, хорошие показатели Фотографировать днем будет хорошо, в остальных условиях конечно же будет уступать другим флагманам Единственное чего хотелось бы добавить в этот смартфон Это поддержку нового Android 8-го поколения Я думаю он бы здесь гармонично смотрелся Но при этом хочу отметить следующее Несмотря на то, что Razer сделали игровой смартфон Мне лично хочется им просто пользоваться Не играть в игры, а просто его использовать Вот нравится мне такой топорный дизайн Нравится мне его экран Это очень серьезная машинка, которую берешь в руки И в принципе если вы будете появляться с этим смартфоном на людях Вы будете выделяться Посмотрите, интересный логотип Все будут спрашивать, что это такое, что это за смартфон такой И выглядит он как бы не по-детски и не как игровой Он выглядит как бизнес решение То есть очень лаконично, строго чем-то вообще напоминает какой-то японский что ли дизайн Многие могут сказать, что было бы неплохо здесь увидеть широкоформатный экран 18 на 9 Но тогда он бы не смог бы быть игровым решением Потому что оптимизировать все игры под новое разрешение это накладно А старое соотношение сторон как раз хорошо подходит и для потребления контента и для игр Это уже проверенное решение Друзья, напишите в комментариях, как вам вот такое решение от Razer Как вы относитесь к этому бренду Лично мне импонирует этот смартфон По крайней мере не то, что мы видим каждый день Чем-то отличается от обыденных смартфонов и от обыденных флагманов Меня зовут Иван Лучков, вы смотрели видео-обзор на канале Алло, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте заходить к нам в телеграм-аккаунт Там много свежих новостей Пока!